Собираться каждый вечер за чаем – добрая традиция в семье Анциферовых. У Светланы Викторовны четверо детей. Несмотря на то, что трое из них уже выросли и живут отдельно, они стараются как можно чаще навещать свою маму, ведь так заведено в большой семье. По-домашнему уютной обстановке все обсуждают новости и планы, делятся своими впечатлениями, спрашивают совета, вспоминают события прошлого. На Севере мы проживаем уже более 20 лет. Мы приехали еще, когда город маленький был, не расстроенный. Сейчас, конечно, город очень большой, красивый, современный. А когда были вагончики, мы начинали жить еще на четвертой панели вагончики. А потом так потихоньку, потихоньку и уже квартиру купили, и проживаем уже в квартире. Собраться всей семьей в полном составе удается не всегда, ведь часто возникают дела, требующие отъезда из Губкинского. Муж Александр на учебе в Ноябрьске. Сын Вячеслав готовится к соревнованиям по плаванию в Москве, где он представит наш город и свое предприятие – Пурнефтегаз. Дочь Татьяна уехала с внучкой Златой на обследование в Тюмень. Но семья старается быть на связи и каждый вечер созваниваться. Сегодня Светлана работает в Пургазе. Александр – в корпоративной службе защиты «Газпромдобычи Ноябрьск». В большой семье детей воспитывают в духе трудолюбия и поддержки, помогают раскрыть способности. И это приносит свои плоды. Сборники стихотворений старшего сына Вячеслава и его спортивные трофеи хранятся у мамы на видном месте. Младший сын Мирослав учится в седьмой школе. Он также стремится к достижениям. Участвует во всех соревнованиях. В этом году он занял первое место по шашкам. Дети благодарны маме за любовь, поддержку и заботу. В преддверии праздника Дня Матери – самые искренние пожелания. Она меня очень любит. Она мне совсем помогает. Я ей желаю здоровья, удачи, чтобы у нее все в жизни хорошо было. Мы всегда советуемся, поддерживаем друг друга во всех ситуациях жизненных, которые есть. Своей маме я желаю здоровья большого, благополучия во всем, любви и терпения. Сейчас у семьи Анциферовых среди планов на ближайшее время совместная встреча Нового года. Это дает возможность укрепить семейные узы, весело провести время и вступить в Новый год вместе с близкими людьми. Валерий Усманов, Олег Семагин, Новости Губкинского.